Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Я буду играть за Корею против Зулусов под управлением игрока под ником Линдекс. Так, видите, я тут получаюсь с краю. В принципе, уже место неплохое, но я боюсь, что через волю... Хотя, может, и придется играть через волю, но да. Вот плохо, что мне не очень тут хорошо видно местность. Тут я вижу, что горы будут. Конечно, можно сходить туда, но дело в том, что тут тоже неплохое место. Уже сразу два ресурса роскоши, да? Камень. Вот здесь мне не нравится, что равнина. Если я ставлю город на равнине, то я не смогу каменную мастерскую построить, чтобы вот использовать. Может, тут на холм поставить? Ну, просто я не думаю, что мне имеет смысл ставить столицу у горы, что мы прям будем играть до обсерватории, что тут обсерватории как-то сыграют свою роль. Хотя, с другой стороны, здесь может быть сложный подход ко мне, если что. С третьей стороны, место очень неплохое, вот уже стартовое. То есть, смотрите, здесь есть уже и два оленя, и камень, и золото, и второй ресурс роскоши, меха, да? И очень много холмов, причем эти холмы в лесах. А холмы в лесах – это очень неплохое, в том плане, что вы мало того, что тут построите шахту, да, и получите производство, но еще и вырубите лес. С другой стороны, правда, если есть минус, то у вас нету сразу двух молотков с этих, но, по-моему, леса в этом плане неплохое подспорье. И я могу попробовать, кстати, здесь за Корею сделать, построить именно библиотеку. То есть, пойти по воле, но построить библиотеку великую и получить буст корейский. Знаете, что я все-таки попробую на этот холм встать. О! Знаете что? Вот надо будет на этом холме, походу, ставить город. Да. А, тут у нас минус в том, что может еды не быть. Вот это будет проблемка. А ее тут не будет, кстати, на этом холме. А если сюда прыгать, то, конечно, еда будет, но я ухожу вот от этого всего богатства. Ну ладно, я уже ход сделал, пока тут можно еще будет поразмышлять, конечно. Давайте-ка мы вот сюда вставим. Да, отлично. Много я увидел. Блин. Прям ты хоть. Зато вот тут, наверное, защитное место будет офигенное. Но я уйду. Знаете, я попробую здесь без еды поставить город. Мне прям даже интересно. И мне срочно нужны скауты для того, чтобы найти города-государства и получить золото. Тут, наверное, кстати, или вот тут будут лошади. Да, у моего соперника есть еда. У меня еды... Нету. Да, оригинально. Я тоже думаю, что оригинально, но хочется верить, что я догоню потом. Кстати, может мне не открывать не лошадей, а амбар и строить амбар первым делом. Вот бы тут где-нибудь были гэгэшечки, а. Блин, так сразу вот олень, вот олень, потом вот олень. То есть три оленя, причем... О, я знаю, где у меня второй город будет стоять. Вот тут. Давайте, города-государства. Ну, еще и серебро. О, зулус. О, виктория. Так, вот гэгэшка. Сейчас я смогу хоть купить хоть какого-нибудь одного оленя. Правда, я 15 золота получу. Но, тем не менее, зулус где-то вот тут и, в принципе, не особо далеко. С другой стороны, ему его... Хоть у него и бегают на три, будут бегать после прокачки. Ну, хорошо, что виктория никому не достанется, а Кайлас достанется мне. Ну, вот. Теперь мы сможем подрасти. Так, сейчас пойдем зулуса искать. Вон еще гэгэшка. Блин, вот у этой гэгэшки надо Кайлас будет отбирать. Ну, она не будет быстро к нему тянуться, но будет тянуться. Эту гэгэшку я первый нашел. О, еще и дуболом здесь сразу. Надо мне встать на оленей, иначе он мне расти не даст просто. Еще гэгэшка. Как-то они тут плотничком. Значит, зулус где-то вот тут. Вот библиотеку в таких условиях вполне можно построить за счет вырубки леса, между прочим. Ранен. Так, а вот он. А мы тут вообще, блин, рядом. О, блин. Как оно получается-то? Да, ну тут, конечно, никакой традиции, никакой второй город там ставиться не будет. Тут нам нужна армия, но, правда, для начала все-таки амбар построим. У него место похуже, чем у меня, между прочим. Тут мне свезло. Да, ну, я теперь сомневаюсь, конечно, по поводу постройки библиотеки, великой библиотеки, Александрийской. Но библиотека для корейцев в столице все равно нужна, как вы понимаете. Так, куда там его воин пошел? Так, надеюсь, он мне на оленей становится. Ну, мне, правда, хорошо, что олени обстреливаются из города, если что. Нет, у меня место под столицу лучше, чем у Зулуса. Давайте-ка вспомним. У него содержание армии, если мне не изменяет память. Дешевле немного, да? Милишный юнит на 50% дешевле. Ну и экспо они получают быстрее. Да, вон лошади, но я думаю, что лошади нам тут не понадобится. Это будет интересная игра, конечно. Я даже хочу сказать, что очень интересная. Так, надо бы у Софии рабочего спереть. Ну, у Лунди пока быстрее. О, у него коней больше. Но тут колясками, конечно, на меня нападать. Да, проблемка. Ну, вот тут мне где-то надо будет город еще ставить. Видимо. Надо это место исследовать. Так, София. Где рабочий? Кайлас, конечно, тоже надо будет окучить. Так. О, я первый пантеон получаю. Ну, 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 давайте подумаем. Я думаю, религию мы и так Скайласа 6. То есть брать мне плюс 4 ради религии нафиг надо. А вот взять на лагеря будет очень неплохо. Так, все ГГшки найдены. Да, на лагеря возьму. София, где рабочий? Уже 5. Ну, конечно, на Виктории, как на дрожжах там растет. Так, после амбара надо бы поднастроить юнитов. И после майнинга, наверное, лучше копейщиков открыть. Ну, все. Я оба чуда нашел и все ГГшки нашел. В принципе, мне тут лазить по карте особо смысла нету больше. О, я первый по армии. Это можно будет, если что, попробовать дань пособирать. Так, что у нас? Тоже воля. То ли воля, то ли не воля. 5-2. Сюда он будет расти 4 хода. Давайте так, 4. Ну, София, елка-палка. Может, где-то там у нее рабочий что-то делает? Что-то сюда пришел. Три хода. Ну, ему нормально тут что обрабатывать? Ух ты. Уже лучники пошли. Интересно. А, вон у него рабочий куда-то отправился. Так, знал, что он тут что-то золото у него там. Понимаешь. Так. Светилище мне не нужно. Надо армию поднастроить. Собственно, он армию тоже строит. Да. Так. Светилище. Так, куда там? Ага, решил спасти рабочего Софии. Я вот думаю, Вильнуса красть или не красть? Вот в чем вопрос. Так, 4 хода. А так 5 ходов и тоже один ход строится. Не, не будем спешить. Так, 5 хода. Наверное, стоит и у Вильнуса украсть. Фиг с ним. Пускай волнуются на мой счет. Я тут смогу сбежать, мне так кажется. Ну и что ты сюда пришел? Вот он зря лучников строит. Просто по той простой причине, что у него содержание лучников, у него содержание милишных юнитов, копейщиков, в крайнем случае дуболомов, у него содержание милишных юнитов на 50% меньше. А вот тут человек не понимает бонуса. О, у меня сила прямо на железе стоит. Отлично. Человек не понимает бонуса Зулусов. Куда побежал? Добрый вечер. Да, видите, не понимает. Ну, я не говорю, что, конечно, он тут уже проиграет, но, вот видите, он не использует возможности. Так, ну давайте библиотечку откроем. Добрый вечер. Уйти от своих мест, чтобы вот бегать за моими. Очень странно. А спер я у Вильнюса, чтобы, собственно, Зулусу не досталось. Так, через три хода у меня посел будет. Не знаю, ставить тут город, не ставить. Раз, два, три. Вот, понимаете, я могу только вот сюда поставить. А тут немножко открытое место для атаки на меня. Мне это не нравится. Серьезно, он обстреливает этими лучниками моего дуболома, стоящего в защите? Не знаю, что на это сказать. И этим... То есть он сейчас потеряет двух лучников просто. Все. Так, больше пока расти не буду. И давайте, наверное, на золото переключу. Вот так. Нет, успел убрать. Это я тут заснул. Конечно. Ну, куда он лучника может? Сюда, сюда, сюда. У него одна клетка перемещения. Ладно, словим хотя бы того лучника. Все равно мне туда везти поселенцы я собираюсь. А мне еще вообще, кстати... Ужди на спорте. Ужди на спорте. Я, наверное, уже первый по армии, да? Да я вообще практически по всему первый. Так. О, он поставил тут инкорд. Ну, будем отбиваться, что делать. Вот не хотелось мне, честно, тут город ставить. Вот что-то мне тут не нравится мне там. Вот мастер фастклика. Ну, отсюда ты не убежишь. Так, библиотечку. Или, может, все-таки великую библиотеку, а? У меня армии достаточно. Я тут настроил... Давайте Седлера, потом великую библиотеку. Вот так сделаем. Ну... Нет слов просто. То есть он будет от меня бегать так постоянно. Почему я не могу его словить? Так. 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 Да. Так. 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 Блин, выключился, класс Я хост Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS, справочника и карты городов Кстати, 2GIS попали в тройку лучших приложений App Store за 2015 год Так что не забудьте зайти на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу 2GIS, если быть точным Ну вот это вся его армия, вот эти дуболомы и 2 лучника, ну и скаут где-то бегает, все Я тут гоняюсь за этим лучником, потому что у кого-то фастклик офигенный Станец слов Ну что, сейчас будешь еще моего скаута на фастклике выбивать? Ну, нормально? По-моему, не очень По-моему, не очень В 2D, а в каком угодно режиме? Проигрываю О, да ладно Так 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 О, у меня уже содержание юнитов превышено, что-то я понастроил Что у нас тут Давайте я тут ферму начну, тут лечение Тут так сделаем Блин Надо вот тут, наверное, ставить город У меня денег нету купить эту гору Может, рядом с ней поставить Так Так, что у нас с производством? Ну, постреляешь в меня? Нет Нет Еще я могу денег пойти вот с Софией, например, стрясти Попробовать во всяком случае можно О, тут неплохие места тоже Для города Блин Не могу решить, куда мне этот город поставить Я хочу, чтобы Кайлас все-таки был как-то Ладно, я поставлю тут А, София не даст дань Вернемся, ладно Этим, встал на болото И в следующем ходу я его перекликаю И, наконец-то, убью этого копейщика Что у нас с этим городом? Куда нам его лучше поставить? Да ладно Не может быть Прям не верю А куда он, интересно, ведет? Ну, может, прямо здесь поставить, в принципе Ладно 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 Ясно. Он решил город там поставить. Так, что мы возьмем? Айронворпинг мы возьмем, а так откроем, что нам надо вообще. Еще вот сюда можно город поставить. Четвертый. Так, давайте-ка пойдем вот так. Нет. Вот так. Просто у меня сейчас бонус прилетит. Так. Так. Производство. 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 Так. Опасно тут стоит. Так. Давайте-ка сходим посмотрим, что там. Сюда вот еще один город куда-то надо всунуть. Я сейчас могу открыть мечников и просто пойти мечниками. он, видите, не понимает Зулус, что ему надо строить его Иканды и его копейщиков после Иканд. Вот не понимает он этого. Не играл за Зулусов, видимо, Лид Декс. Это... Я не собираюсь ждать его этих уникальных импи. Так. И что у меня тут открылось? Ну, как-то немного всего. Откровенно. Я могу вон в Белград вообще. безболезненно отправлять караваны. Кстати, сколько они в Белград будут давать денег? Сеул, Вильнюс. Ну, Бусан, Белград вот на втором месте, видите? Так что давайте сразу после Сеттлера в Сеуле караван. И можно, собственно, мечников начинать клепать. Так, здесь у меня серебро обработаем. Сейчас вот еще обработаем. Ну, он строит пирамиды. Ну, флаг ему в руки. Так, ага, у меня тут ап. Следующим ходом, может быть. Дуболомом навеста скаута скаута скаутом. Тут пробежаться и в тыл к нему зайти. И начать гадить. Только надо копье сюда обратно вернуть. Три хода. Счастье появилось отлично. Так, потом мы вырастим здесь. Здесь пять ходов. Рост здесь. Три хода. Апнул. Пил. 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 Ну, тут тоже. Ну, правда, у меня уже серебро и меха есть. Мне теперь вот медь нужна. Я, в принципе, где-нибудь вот тут город вполне могу поставить. Вполне. Пирамиды. Ну, я думаю, у него вряд ли тут будут лучники. Я думаю, у него там скорее... Вон, рабочие куда-то пошли. Ну, сюда прыгать, блин, с двух сторон будет обстреляно. Лучше сюда встану, а потом разграблю железо. Так. Пока идем туда. Да. 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 Ушел. Жаль. Ну, я попытался. Хотя, конечно, у меня перекликивает, но... Попытка не пытка, как говорится. Отступим. Сейчас тут вот проберемся и будем хватать за пятки для рабочих. Так. Где тут лучше всего поставить город? Мне вот тут нравится. Одна клетка до меди будет. вполне. Ну, постоим. Пускай меня тут колясками пытает. Я так и знал. О, лавента внезапно... Другом стало. Да. Что хотят вообще ггшечки? Хотят пророка, лошадей. Культуры. Смотрите, у Зулуса больше культуры, чем у меня. Блин, тут он не проехать мимо этой Софии. Смотрите. полечимся тут час защиту станем он же в несчастье нет странно блин софия дай пройти что ты как он боже но молодец накликал молодец я сегодня понимаю почему он строит стреляющие юниты когда у него бонус на милишников вот хоть убейте мне это непонятно лично 4 2 ну софия вот сюда в лес так ну давайте думать в итоге в принципе и вот тут нормально можно поставить тогда тут еще для одного города место останется если чё а а а а а а а а а и а а и по и Неужто Полезет колесницами Ай-яй-яй Нет Да Блин, не успел Тут же не на холме Им надо ближе подходить Тут же не холм Не холм Или он просто хочет стоять Ну, наконец-то я смог тут пройти Теперь там Вильнюс сейчас будет еще мешаться Видите, все равно города около гор поставил, кроме Джинджу Какое-то непреодолимое желание Около гор А вдруг обсерватория, знаете, такой вот Надо идти обрабатывать медь Да и арены уже можно начинать строить Денег у него нету вообще Науки у него нету вообще Так, что нам после сейлинга Календарь нам не нужен В философию я пока тоже не пойду Так, а что у меня с лошадьми? Вот, в принципе, у меня лошади есть Но нужны ли они мне? Вильнюс такой обложился Так, тут построено Ммм, он уже впереди Неужели, неужели он коляски строит сплошные? Мне вот Даже интересно Просто ради интереса Сколько тут? 14? А эти 11 Давайте одного лука еще Добавим Ну, обстрелял Мечникова моего не видит, кстати А может и видит Он на холме Фиг его знает Так, минус Пойдем медь обработаем Так, ну что Пошли дальше в деньги Спасибо Спасибо Как тебе такой вариант Ну вот, видите Он построил каких-то этих своих Вон, с двумя Наконец-то и Канда пошла Почему он Вот почему Ну, ладно На этот вопрос Нет ответа Уже лечилка сразу была Вон, караван на деньги Отправил Интересно Так Ну, уже приличная армия Надо бы и мне начинать Мне повезло еще Что у меня Прям Столица Стоит на Железе То есть Мне его Его не разграбят Этот ресурс Ага Лучник тут Стреляет Если что Блин Там Скаута Моего Увидел Что у него Там Скаут Ходил У него И метка Луки Уже Ну, правда Метка Луки И у меня Тоже У меня Несчастье А у него Почему-то Несчастья Нету Да я Обставлюсь Вот вокруг Города Встану Просто Пускай он Подходит Бери Меня Бери Меня Полностью Я вот так Удачно Все ресурсы За спиной Но этим Надо будет Отойти Все-таки Главенту Наверное Он пускает Караваны Так Мечники Пошли Мечники Шесть Три Два Один Ну, пока Чуть Получше У меня Он, правда Видите Уже Метка Луками Меня Прессует А я Еще Ничего У себя Не построил Стро Строятся Дороги Ко мне Строятся Он Он Вполне Может Просто Генерала С закрытия чести Взять Да Да Слушайте Эти Секанды Конечно Я уже Второй раз Под Зулусов Попадаю Все Все Мне Непонятно Почему Он Не Строил Только Этих Копейщиков Блин Тут Лечилка Да Тяжело Против Зулусов Я не Вылечу С его Фаст Кликом К сожалению Да Да Блин Просто Человек С Метеорным Фаст Кликом Это Прям Какие-то Чудеса Ну Тут В данном Случае Конечно Лечение Понимаете Чуть позже Чем Ход Получается И Если Вы На Красном То Это Очень Низкая Вероятность Того Что Вам Получится Вылечить Так Давайте Ко я Наверное Лес Буду Вырубать Чтоб Быстрее Юниты Строились Кому Мне Тут Лучше Атаковать Что Поехали Это Офига себе, да? При том, что производство одинаковое, в принципе Чувак наклепал Офига себе, да? Зря я отдал вот это место Ой, сейчас меня тут грабить будут Не понял, откуда у него уже Скоро у меня тоже будет Денег у него покупать клетки нету Только появилась лечилка Закрой дверь Так, золотой век Ну не знаю, я очень сомневаюсь, что у меня тут получится Сеул отбить Защитить точнее Я не понимаю, откуда он настроил столько армии И каким образом, когда у нас одинаковое было производство Честно говоря, непонятно мне это И тем не менее, я все равно считаю, что он зря строил коляски, метколуки То есть ему реально достаточно было Вот просто иканды вот этих копейщиков Они быстрее бы у него строились И дальше бы бегали И быстрее бы это все было Сеул брался Класс Он и полечился И разрушил мне эту Я не понимаю Вот каким образом у людей так быстро все происходит Я не могу понять вот такого Каждый раз, когда играю У кого-то реально просто все быстрее делается Каждый раз, когда играю Ну, я думаю, тут один-два хода до взятия Сеула По-хорошему Генерала мне тут уже некуда поставить А могу я только вот сюда, если только И то под защитой дуболома Ну да А что еще делать, в принципе? Что мне этого генерала в столице держать, что ли? Класс Ну, пять баллов Ну, какие у меня тут вообще шансы, я не понимаю Вот с таким кликом Раньше были стратегии, а теперь я бегаю за одним лучником, чтобы его догнать Просто потому, что человек лучше кликает Он стратегически его просрал на самом деле Да, потому что он, ну, неправильно действовал Построил лучников, привел их сюда Я их окружил, но не могу убить, потому что он раньше меня кликает Понимаете? Надо завязывать Пускай Быстрые руки Молодых цивилизаторов Вот таким занимаются Я пойду в другие игры лучше играть Не так интересно Не знаю мне Что мне еще на это сказать Какие тут еще могут быть Варианты в таких играх Ну, в общем, давайте посмотрим графики Концовочка Нет, я не спорю Лидекс победил вполне заслуженно Так Давайте силы армии Ну вот, у него вот тут строится армия Знаете что? Я думаю, что я просто проспал момент, когда надо было не домики строить А юниты Так, ну продукция у него тоже повыше была Но он просто раньше ставил города, соответственно Я не так уж сильно отставал Если уж так говорить по-хорошему Ну, наука примерно одинаковая Вот там у меня Великая библиотека была построена По золоту примерно ровно шли Ага, видите, он города соединил У него все-таки плюс 6 золота в ход отдельно было Тоже неплохо Ну, а смотрите, по зданиям Знаете, что я думаю? Он построил Он построил один-единственный Этот, блин, боже, как он называется-то Ну, на культуру что дает монумент Потом долго строил стреляющие юниты Потом построил казарму и еще пару монументов в других городах Ну, не казарму, а и канду Вот в чем дело В общем, вы знаете что? Я проиграл, потому что я поздно стал строить юниты Я совершенно правильно построил великую библиотеку Совершенно правильно вышел в мечников Потому что мечники, пожалуй, единственные Которые на этом этапе могут отбиваться от копейщиков Зулузских С прокачкой из эканды И я до сих пор считаю, что Лидекс Неправильно строил стреляющие юниты Потому что на такой местности они просто реально не нужны И они у него требуют больше Ну вот, вот здесь Видите, он довел до определенного момента Дождался А потом просто во всех городах поставил строительство армии И вот такими скачками Поэтому Эта армия увеличивалась Вот таким образом И, собственно, он сразу ее настроил и пошел вперед И на самом деле он мог победить намного раньше Потому что за Зулусов реально Нужен только монумент и эканда И все из строений Построенная эканда Начинаешь фигачить там копейщиков Пекинь Ну, копейщиков в данном случае Это пекинеров тут далеко И тем более на такой местности, как у меня тут была Стреляющие юниты не нужны И я еще раз повторю Как я говорил в игре Милишные юниты Намного больше Ну, меньше Тратят Содержание У Зулусов Потому что у них такой бонус У Зулусов Меньше содержание Именно милишных юнитов Рукопашных Копейщики Те самые рукопашные юниты Ну, вот продукция, смотрите Насколько у него тут больше Он поставил раньше города Переключился здесь на продукцию Ну, как тут не сильно больше Но на 10 молотков вход Это прилично на самом деле Прилично вот на таком этапе А я там занимался, ну, отращиванием То есть он достиг там определенного Какого-то количества Жителей Поставил на производство Мне надо было То же самое сделать Как только я вышел Построил Великую библиотеку Мне можно было Сразу начинать Мечников строить Они очень хорошо бы Оборонялись на такой местности Расставить вокруг Столицы, например Ну, в таких местах Где, например Стреляющие юниты Не очень достают Где стреляющим юнитам Прихотелось бы В соседнюю клетку Становиться, чтобы стрелять Я бы очень неплохо тут отбивался Я просто зачем-то Начал строить еще домики Мы же тут не в развитии играем Это дуэль И еще раз повторю Ну, не совсем правильно Лидекс играл Просто я еще хуже играл Поэтому я и проиграл Но это совершенно не значит Что мой соперник Ну, как бы правильно играл За зоусов, если хотите То есть зоусы Это просто монумент И канда И бесконечное строительство Копейщиков За счет этого продавливается Кто угодно А вот эти стреляющие юниты Просто лишняя трата Денег И содержания И молотков Ну, спасибо На этом все Пользуйтесь 2GIS И играйте в умные игры Я Леша Халецкий Тот, кто сделал это видео И раз вы досмотрели до конца То у меня к вам просьба Поставьте лайк Вам это ничего не стоит А мне будет приятно И поможет распространиться Моему видео Ну и если вы хотите Поделиться этим видео То я совершенно не против А только рад Разместить его у себя Где-нибудь В социальных сетях Или просто Сообщите Вашим друзьям Спасибо, что достоверили до конца Удачи И играйте в умные игры Субтитры сделал DimaTorzok